Югославская сказка Думал, что лживый, наверное, здесь идет пир горой, почему бы и солдату не подкрепиться, ведь у меня с утра маковые росинки во рту не было, и вошел в усадьбу, а там за столом, уставленным винными явцами, перевалом ног господ. Солдат попросил его напоить накормить, дескать, очень он устал и проголодался с дороги. Гости с радостью его приняли и усадили за стол, спрашивает солдат, нельзя ли ему переночевать в усадьбе, а утром он дальше в путь двинется. Ну что же, отвечает ему, для храброго человека ночлег найдется. А на что же тут храбрость удивился солдат? А служивому объяснили, что в усадьбу каждую ночь является черт, и кого не достанет, утаскивает с собой. Нам уже пора по домам расходиться, говорят ему гости, но коли ты храбрый и малый, оставайся здесь, еда и вина у тебя вдоволь, стереги усадьбу, неизвестно только, найдем ли мы тебя по утру живым, отвечает ему солдат. Эээ, за меня не беспокойтесь, я чертей не боюсь, пусть хоть целые сотни сюда нагрянет. Солдат остался, а господа ушли, сидит он за столом, угощается, вино попивает. Около полуночи все двери вдруг распахнулись снастиж. Входит черт и кричит служивому. Ты что здесь делаешь? Солдат ничуть не испугался и отвечает. Как видишь, отдыхаю себе и ем да пью. А кто тебе позволил остаться здесь на ночь, возмутился черт. Это моя усадьба, кого застану в этом доме, того в плен беру, и тебя тоже уведу с собой. Ты-то, может, и хотел бы меня увезти, да только я не пойду. А почему это ты не пойдешь, удивился черт. Солдат отвечает, потому что ты косматый и безобразный, с тобой совестный на люди-то показаться. Давай я тебя обрею, чтобы ты покрасивее был, тогда и пойду с тобой. А если не дашься, так и знай, ничего у тебя не выйдет. Видит черт, что попался ему храбрый пленник. С таким беды не оберешься. И согласился побриться, чтобы стать красивее. Солдат велел черту принести дубовую доску, четыре больших гвоздя и молоток. Черт притащил к гвозди доску молоток, а солдат приказал ему лечь на пол и вытянуть ноги и руки. Черт послушался, а солдат и давает прибивать чертовы лапы к полу. Черт вырывается, берещит, дослуживый запретил ему воворочиться. Лежи, мол, смирно, не то, никуда с собой не пойду. Черт пригвоздил солдат черта к полу и говорит ему, сейчас я тебя брить начну. Схватил дубовую доску и давай ей черта скоблить. Черт зарычал и стал брыкаться, а служивый его успокаивает. Лежись мирно, хочешь быть красивым? Терпи. Доска дерет черта, вырывает из шкуры целый клочья шерсти. Зарекается, черт солдата трогать, лишь бы отпустил его, но служивый про то и слышать не желает. Черт взмолился, слезно просит помиловать, обещает солдату подарить усадьбу и вдававок сообщить диковинную тайну. Солдат оставил свое бритье и спрашивает черта, какая там у него тайна. Черт и говорит, в полночь в эту горницу, где мы с тобой сейчас находимся, вползает страшная большущая змея. Днем-то она в подвале сидит, обившись вокруг трех огромных бочек полных золота. Если ты поцелуешь ту змею, она превратится в красавицу, потому что это не змея, а заколдованная девица. Едва умолк черт, за дверью послышали зловещие шипения и в комнату вползла змея. Солдат немедленно поскочил к ней и поцеловал, и в тот же миг змея обернулась девицей-раскрасавицей и стал благодарить молодца за то, что он освободил ее от колдовских чар. Тут черт и говорит солдату, отдаю тебе и красавицу, и дворец, и всю усадьбу, но смотри, не переступай ее границу, иначе снова станешь моим пленником, и я утащу тебя. И пропал. Утром явились в усадьба господа, иди удались. Сидит солдат с красавицей за столом, угощается. Много смельчаков вызвало стеречь усадьбу, и все они бесследно исчезли. А как же это солдату удалось с чертом справиться? Рассказал тогда солдат, что приключилось с ним ночью. Господа похвалили его за храбрость и ушли, а молодец остался в усадьбе со своей красавицей, и она стала его женой. Зажили они в любви и согласии, только скоро стало им скучно в одней усадьбе. И вот однажды солдаты предложили молодой жене прокатиться в город. Пусть, мол, полюбуются люди на наше счастье. Он не забыл и думать, какой запрет наложил на него черт. Велел он слугам запрячь коней и поехал с женой в город. Только выехали за ворота своей усадьбы, как навстречу им черт. Вспомнил ту солдат про запрет, и сердце у него в пятки ушло. Ну, думает, сейчас черт свое возьмет. До усадьбы далеко, все равно черт догонит, решил молодец. Видит он так и так пропадать. Обхватил обеими руками жену за шею и стал целовать в последний раз. А черт издалека за ним наблюдал и почудилось ему, что солдат вздумал свою жену брить. Перепугался черт, не дамся больше в твои руки, подумал он. Повернул назад и пустился на утек. Только пятки засверкали. И с той поры черт оставил в покое смельчака. И солдат по сей день живет со своей женой. Если только не умер.